Кот Матроскин Он отрабатывает свою рыбу, строго мяукая на безбилетников Репортаж Татьяны Земсковой Такого паромщика трудно не заметить Усы, хвост и тельняшка Настоящий морской волк, а точнее кот И гуляет он не сам по себе, а исключительно по палубе Несет службу Сегодня и его вахта А значит ни один безбилетный пассажир на паром не пройдет Кот этот настолько себя здесь ведет уверенно Что каждый пассажир, который не платит билет Он дает знать, мяукает, ругается и может даже поцарапать Трудно поверить, что еще два года назад Этот роскошный кот был обычным беспризорником Грязным и голодным Леченики найденыша отмыли, накормили и оставили на пароме И даже обмундирование сшили из рукава старой тельняшки Чей кот? Все не знают, чей кот Ну куда делается? Чтобы узнавали его Пришли, где тельняшку Значит, водил тельняшку Теперь сразу стало ясно, что это кот с парома Кроме полосатой формы корабельный любимец сразу получил звание Старшего помощника капитана и самое подходящее имя Когда сюда пришел, наш капитан так шутливо, в шутливой форме Назвал его кот Матроскин И что и удивительно, что он буквально отвлекается на это имя Приходит и чувствует себя так, как будто он член нашей команды Управлять паромом дело нелегкое Без помощи Матроскина Алексею не обойтись С приборами пушистый помощник управляется, как заправский штурман А вот за штурвалом стоять еще не научился Поэтому ему приходится иногда покидать уютную рубку И исполнять обязанности капитана на палубе Делать вид так, что он очень здесь заметна фигура Его надо объезжать, ему надо внимание уделять Вот именно он почувствовал себя здесь полным и абсолютным хозяином Навигация подходит к концу И хозяин парома скоро сменит капитанский мостик на теплую печку Но только до следующей весны Татьяна Земского, Александр Быков Информационное агентство ТРИО для Первого канала Костромская область